Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Более 200 водителей-нарушителей в Кировской области в этом году по решению суда были привлечены к обязательным работам за несвоевременную оплату штрафов Всего должников по данным ГИБДД выявлено почти 2500 Большинство из них понесли наказание в виде назначения денежного взыскания в двойном размере Доля автомобилистов, которые вовремя не гасят штрафы, довольно существенная, порядка 25% В разряд неплательщиков, напомню, попадают те, кто игнорирует вступившие в силу постановления более двух месяцев Трасса 101 Кировская область вошла в список регионов с наиболее заметным приростом числа ДТП в сравнении с прошлым годом Наш показатель хоть и небольшой, плюс 1,2%, но это дало основание изданию Коммерсант включить нас в перечень Максимум почти плюс 7% зафиксирован в Москве Всего за 11 месяцев 2021 года на дорогах страны погибли почти 13,5 тысяч человек Пострадали 152 тысячи Трасса 101 Не только телефонные мошенники изобретают новые легенды для развода, но и автомобильные Как поделились в одной из страховых компаний, в последнее время все чаще используется такой способ Злоумышленники находят старый, недорогой автомобиль и подставляют его под машины жертв Как правило, это происходит вдалеке от оживленных магистралей, где много камер видеонаблюдения и велик риск устроить ДТП с тяжелыми последствиями По словам страховщиков, есть подставные авто, которые попадают в аварии по несколько десятков раз за год Трасса 101 После новогодних праздников автомобили снова подорожают Эксперты объясняют это просто Мол, есть такая традиция у автопроизводителей по истечении новогодних каникул переписывать ценники Кто-то из специалистов даже рискнул спрогнозировать минимальный размер прибавки 100 тысяч рублей Еще одна невеселая новость заключается в том, что надежды на новогодние скидки, подарки и акции у желающих приобрести авто не оправдаются Если дилеры и будут транслировать нечто подобное, то все это окажется не более чем пылью в глаза Не те времена Трасса 101 Быть автомобилистом и не ввязываться в дорожные конфликты В наше время это фантастика Битвы за место на стоянке, за полосу движения, за место в очереди, например, на автомойку В США дошло до того, что один водитель попер на другого, вооружившись огнеметом К счастью, у него хватило ума его не применить Камнем преткновения стал обычный парковочный карман Огнеметчику предъявлено обвинение в покушении на убийство с использованием оружия На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова